Амлодипин в таблетках, для лечения артериальной гипертензии, хронической стабильной и вазо-спастической стеноказии. Дозировка 5 мг. Количество в упаковке 30 штук. Производитель, Борисовский ЗМП. МНМ, Амперсант Амперсант Амлодипин. ФТГ, БМКК. Описание. Таблетки белого цвета, плоскоцилиндрические, с фаской. Таблетки дозировкой 5 мг имеют риску. Риска на таблетке имеет функциональное назначение, для деления на 2 равные по дозировке половины. Состав. Одна таблетка содержит действующего вещества амлодипина, в виде амлодипина бисилота, 5 мг или 10 мг, вспомогательные вещества, кальция гидрофосфат-бегидрат, крахмал картофельный, крахмал 1-1500, крахмал кукурудный частично прижелатенизированный, кальция стеарат, кремний диоксид колызный безводный, метропристаллическая целлюлоза. Фармакотерапевтическая группа. Селективный блокатор кальциевых каналов с преимущественным влиянием на сосуды. ОТХ, 0,8-С-А-01. Фармакологические свойства. Блокатор медленных кальциевых каналов или антагонист ионов кальция, блокирует поступление ионов кальция через мембраны в гладкомышечные клетки миокарда и сосудов. Механизм гипотензивного действия амлодипина обусловлен прямым расслабляющим влиянием на гладкомышечные клетки сосудов. Точный механизм, с помощью которого амлодипин уменьшает стенокардию, полностью неопределен, но амлодипин уменьшает общую ишемическую нагрузку с помощью следующих двух путей, амлодипин расширяет периферические артериолы и таким образом снижает общее периферическое сопротивление, постнагрузку, на преодоление которой затрачивается работа сердца. Так как частота сердечных сокращений остается стабильной, эта разгрузка сердца уменьшает потребление миокардом энергии и потребность в кислороде. Механизм действия амлодипина, вероятно, также включает в себя расширение главных коронарных артерий и коронарных артериол как в неизмененных, так и в эшемизированных зонах миокарда. Эта дилатация увеличивает поступление кислорода в миокарду пациентов с воздоспластической стенокардией, стенокардией, принтметалла или вариантная стенокардией. У пациентов с артериальной гипертензией разовая суточная доза амлодипина обеспечивает клинически значимое снижение артериального давления на протяжении 24 часов как в положении лежа, так и стоя. Благодаря медленному началу действия амлодипин не вызывает острую артериальную гипотензию. У пациентов со стенокардией разовая суточная доза амлодипина увеличивает общее время выполнения физической нагрузки, задерживает развитие приступа стенокардией и депрессии сегмента СТ во время ее выполнения, снижает частоту приступов стеноказии и потребления таблеток нитроглицерина. Фармакокинетика. Абсорбция. После приема внутрь в терапевтических дозах амлодипин хорошо всасывается, достигая максимальной концентрации в крови через 6-12 часов после приема. Абсолютная биодоступность, по расчетам, составляет 64-80%. Биодоступность амлодипина не зависит от приема пищи. Распределение. Объем распределения равен примерно 21 литр на килограмм. Исследования ин витро показали, что примерно 97,1% циркулирующего амлодипина связано с белками плазмы. Метаболизм флэш-выведения. Период полувыведения из плазмы составляет около 35-50 часов, что соответствует приему лекарственного средства 1 раз в сутки. Стабильная равновесная концентрация в плазме достигается через 7-8 дней постоянного приема. Амлодипин веотрансформируется в печени с образованием неактивных метаболитов, 10% неизмененного лекарственного средства и 60% метаболитов выводятся с мочой. Применение у лиц пожилого возраста. У пожилых и более молодых людей время, необходимое для достижения максимальной концентрации амлодипина в плазме крови, практически одинаковое. У людей пожилого возраста отмечена тенденция к снижению клиренса амлодипина, что приводит к увеличению AUC, площади зоны под кривой концентрацией время и периода полувыведения. Как и предполагалось, у пациентов различных возрастных групп, страдающих застойной сердечной недостаточностью, наблюдалось увеличение AUC периода полувыведения лекарственного средства. Применение при нарушении функции печени. Имеются ограниченные клинические данные в отношении приема амлодипина у пациентов с нарушением функции печени. У пациентов с печеночной недостаточностью снижается клиренс амлодипина, что приводит к увеличению AUC периода полувыведения приблизительно на 40-60%. Показания к применению – артериальная гипертензия. Хроническая стабильная стенокардия. Водоспластическая стенокардия – стенокардия принтметалла. Способ применения и дозы. Дозы. Взрослые. Как при гипертонии, так и при стенокардии обычная начальная доза составляет 5 мг 1 раз в день. В зависимости от ответа пациента на лечение, эта доза может быть увеличена до максимальной дозы 10 мг в день. У пациентов, страдающих артериальной гипертензией, амлодипин применяется в комбинации с язидным диуретиком, альфаблокатором, бетаблокатором или ингибитором ангиотензин превращающего фермента. У пациентов, страдающих стенокардией и не отвечающих на лечение нитратами или адекватными дозами бетаблокаторов, амлодипин можно использовать как в качестве монотерапии, так и в сочетании с другими антиангинальными средствами. При одновременном назначении с язидными диуретиками, бета-блокаторами и ингибиторами ангиотензин превращающего фермента, коррекция дозы не требуется. Особые группы пациентов Пожилые При применении в аналогичных дозах амлодипин одинаково хорошо переносится как молодыми, так и пожилыми пациентами. Пожилым пациентам рекомендована обычная схема лечения, а знака увеличения дозы следует проводить с осторожностью. Нарушение функции печени Рекомендованные дозы для пациентов с легким или умеренным нарушением функции печени не установлены. Подбор дозы следует проводить с осторожностью, лечение следует начинать с наименьшей рекомендованной дозы. Фармакокинетика амлодипина у лиц с тяжелым нарушением функции печени не изучалась. Лечение пациентов с тяжелым нарушением функции печени следует начинать с минимальной дозы амлодипина, титрование дозы следует проводить постепенно с точкой нарушения функции почек. Изменение концентрации амлодипина в плавме крови не коррелирует со степенью нарушения функции почек, поэтому этим пациентам рекомендовано применение обычных доз. Амлодипин не выводится с помощью гемодиализа. Пациенты детского возраста. Безопасность и эффективность амлодипина при применении у детей не установлено. Способ применения. Таблетки для приема внутрь. Таблетки следует принимать в одно и то же время суток, запивая стаканом вазы, независимо от приема пищи. Не следует принимать лекарственное средство с соком грифрута. Побочные действия происходят редко. Противопоказания. Повышенная чувствительность к амлодипину, производным бигитроперезина или другим компонентам лекарственного средства, нестабильная стенокарбия, клинически значимый аортальный стеноз, артериальная гипотензия соотменения 90 мм отутного столба, острый инфаркт миокарда, шок, включая пердиогенный шок, детский возраст до 18 лет, нет опыта клинического применения, беременность и период латации. Взаимодействие с другими лекарственными средствами. Влияние других лекарственных средств на амлодипин. Ингибиторы CYP3A4. Одновременное применение амлодипина с мощными или умеренными ингибиторами CYP3A4, ингибиторы протеазы, противогревковые лекарственные средства группы адолов, макролиды, например, перитромицин или клоитромицин, веропамил или дилтиадин, может привести к существенному увеличению концентрации амлодипина. Клинические проявления указанных фармакокинетических отклонений могут быть более выраженными у пациентов пожилого возраста. В этой связи может потребоваться мониторинг клинического состояния и коррекция дозы. Индукторы CYP3A4. Данные, касающиеся воздействия индукторов фермента CYP3A4 на амлодипин отсутствуют. Одновременное применение индукторов из афермента CYP3A4, например, рифампицина, лекарственных средств на основе зверобоя протеявленного хайприкаэромперфоратум может привести к снижению концентрации амлодипина в плавне. Следует соблюдать осторожность при одновременном назначении амлодипина и индукторов CYP3A4. Одновременное применение амлодипина и употребление грейпфрутов или грейпфрутового сока не рекомендуется, так как это может привести к повышению биодоступности амлодипина у некоторых пациентов, что, в свою очередь, может усилить гипотензивный эффект. Дантролин, инфудия у лабораторных животных были отмечены в случае фибрилляции желудочков и сердечно-сосудистой недостаточности, сопровождающейся гиперкалиемией, с летальным исходом и коллапсом на фоне применения эверопамилов и внутривенного введения дантролина. Вследствие риска развития гиперкалиемии следует избегать одновременного применения дантролина и блокаторов, медленных, кальциевых каналов, в том числе и амлодипина, у пациентов, подверженных злокачественной гипертермией, а также при лечении злокачественной гипертермии. Влияние амлодипина на другие лекарственные средства. Амлодипин усиливает гипотензивное действие других лекарственных средств, обладающих антигипертензивным действием и используемых для снижения артериального давления. ТАКРОЛИМУС При совместном применении такролимуса с амлодипином существует риск повышения уровня такролимуса в сладной крови. С целью предупреждения развития токсического действия такролимуса, назначение амлодипина пациентам, получающим такролимус, требует контроля уровня такролимуса в крови с соответствующей коррекцией дозы такролимуса, если это необходимо. ЦИКЛОСПОЛИМ У здоровых добровольцев и в других популяциях, за исключением лиц с пересаженной почкой, не изучалось взаимодействие такролимуса с амлодипином. У пациентов с пересаженной почкой наблюдалось повышение минимальной концентрации такролимуса в крови, в среднем на 10-40%. Следует рассмотреть вопрос мониторирования уровня циклоспорина у пациентов с пересаженной почкой, получающих амлодипин, и при необходимости, следует снизить дозу циклоспорина. СИМВАСТАТИН Одновременное многократное применение амлодипина в дозе 10 мг с симвастатином в дозе 80 мг приводило к увеличению концентрации симвастатина на 77% по сравнению с монотерапией симвастатином. У пациентов, принимающих амлодипин, рекомендуется ограничить дозу симвастатина до 20 мг в день. В ходе клинических исследований и лекарственных взаимодействий амлодипин не оказывал влияния на фармакокинетику атервастатина, дегоксина или варфарина. Меры предосторожности Безопасность и эффективность применения амлодипина при гипертоническом кризе не оценивались. Пациенты с сердечной недостаточностью Данной категории пациентов амлодипин следует применять с осторожностью. В долговременном плацебо-контролируемом исследовании у пациентов с сердечной недостаточностью тяжелой степени, класс 3 и 4 по классификации NYHA, при применении амлодипина частота случаев развития отека легких была выше по сравнению с применением плацебо, но этот эффект не был связан с возникновением обострения сердечной недостаточности. Пациенты с нарушением функции печени Период полувыведения амлодипина увеличивается у пациентов с нарушением функции печени, однако рекомендации по дозировке лекарственного средства еще не разработаны. Поэтому данной категории пациентов лекарственное средство следует применять с осторожностью. Пациенты пожилого возраста Увеличивать доду лекарственного средства данной категории пациентов следует с осторожностью. Пациенты с почечной недостаточностью Данной категории пациентов следует применять обычные дозы лекарственного средства. Изменение концентрации амлодипина в плавной крови не коррелирует со степенью нарушений функции почек. Амлодипин не удаляется путем диализа. Амлодипин не влияет на результаты лабораторных исследований. Беременность и кормление грудью. Беременность. Безопасность применения амлодипина для лечения беременных женщин не установлена. Исследования, проводившиеся на животных, свидетельствуют о том, что в высоких дозах лекарственное средство обладает токсическим воздействием на репродуктивную функцию. Применение в период беременности рекомендуется только в случае отсутствия более безопасной альтернативы, или если заболевание матери представляет для матери плода большую опасность, чем лечение. Период грудного вскармливания. Неизвестно, проникает ли амлодипин в грудное молоко. Решение о продолжении слэш прекращения грудного вскармливания или о продолжении слэш прекращения лечения амлодипином должно приниматься с учетом пользы грудного вскармливания для ребенка и пользы, получаемой матерью от лечения. Фертильность. Сообщалось о том, что у некоторых пациентов, получающих блокаторы, медленных, кальциевых каналов, наблюдали собратимые биохимические изменения в головках сперматозоидов. Клинических данных в отношении возможного воздействия амлодипина на фертильность недостаточно. В ходе одного исследования на крысах было обнаружено, что амлодипин влияет на фертильность самца. Влияние на способность управлять автомобилем или другими механизмами. Амлодипин может оказывать влияние на способность управлять автомобилем и пользоваться техникой в тех случаях, когда у пациента раздревается головокружение, головная боль, слабость или тошнота. Эти эффекты могут повлиять на скорость реакции пациента. В подобных ситуациях необходима осторожность, особенно в начале лечения. Передодировка. Симптомы передодировки. Имеющиеся данные дают основания предполагать, что значительная передодировка может привести к чрезмерной периферической возводе локации и, возможно, к рефлекторной тахикардии. Описаны случаи выраженной и стойкой артериальной гипотонии, в том числе с развитием шока и летального исхода. Лечение. Применение активированного угля у здоровых добровольцев сразу или в течение 2 часов после приема амлодипина 10 мг приводило к значительной задержке всасывания препарата. В некоторых случаях может быть эффективным промывание желудка. Клинически значимая артериальная гипотензия, вызванная передодировкой амлодипина, требует проведения активных мероприятий, направленных на поддержание функции сердечно-сосудистой системы, включая мониторирование показателей работы сердца и легких, возвышенное положение конечностей и контроль за объемом циркулирующей крови и диурезом. Для восстановления тонуса сосудов и артериального давления может оказаться полезным применение сосудосуживающего препарата, если нет противопоказаний к его назначению. Для устранения последствий блоказа кальциевых каналов может быть полезным внутривенное введение глюканата кальция. Поскольку амлодипин в значительной степени связывается с белками, эффективность гемодиалида маловероятна. Упаковка по 10 таблеток в контурной ячейковой упаковке из пленки каливинилклоридной и фольги алюминиевой. Продолжение следует...